Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Здравствуйте, уважаемые любители овощеводства! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами об особенностях выращивания лука Exhibition. Exhibition это очень знаменитый, очень популярный сорт лука. Это сорт не гибрид, напоминаю, что с сортов вы можете самостоятельно собирать семена. Поэтому, если вам удастся дохранить луковицы до весны, до высадки их на семена, пожалуйста, без проблем. Вы можете получить собственные семена Exhibition у себя на участке. И не так легко бывает эти луковицы сохранить до весны. И вот в сегодняшнем выпуске я расскажу вам об основных вешках, которые вам позволят не только вырастить лук Exhibition, который дохранится у вас до весны, но также и который будет выставочный, выставочного размера. Потому что, конечно, самые большие достоинства этого лука это его вкус очень приятный для салатов, а также размер. Те, кто любят большой размер, уже, я уверен, оценивали этот лук по достоинству. При этом этот лук является довольно поздних сроков созревания, из-за чего его выращивают рассадой и из-за чего он плохо хранится. Потому что к моменту наступления пероноспороза, наступления такой вот зрелости лука в наших климатических условиях, он не успевает нормально сформировать луковицу. Она бывает рыхловато, чешуйки верхние слишком сочные, он плохо сохнет, у него подгнивает донца. И все это приводит к тому, что лук экзибишен потом приходится есть в огромном количестве, если у вас большие посадки, не растягивая период его потребления надолго. При этом простейшие правила позволят вам вырастить вот этот самый выставочный лук прекрасного качества. Итак, правило номер один. Поскольку это сорт с длительным периодом роста, развития, его надо высевать на рассаду. Ну, это все знают, да, если вы его не посеете на рассаду, а посеете весной семенами, то чернушкой, то в этом случае вы получите чуть-чуть больше среднего луковицы, которые практически не будут храниться. Но вкус у них сохранится безусловно. Сроки посева лука экзибишен на рассаду примерно начинаются с 15-20 февраля. Это если вы хотите получить выставочный крупный, очень крупный лук для хранения до самой весны. Вы также можете высевать этот лук где-то примерно в конце февраля, в начале марта, если вы хотите, ну, готовы получить лишь луковицы, ну, крупного, но не выставочного размера. При всем том, в эти сроки, если высевать, он также будет хорошо храниться. Очень важным условием хорошего развития лука в фазе рассады является его интенсивнейшая подсветка. В отличие от других растений, пертоматом, перец и так далее, лук вполне можно подсвечивать постоянно 24 часа в сутки. При этом его можно подсвечивать в течение 30 дней. Вот лук прекрасно выдерживает такую интенсивную фотообработку, фотонакачивание, фотоподкормку, светоподкормку и совершенно плохо не реагирует на вот такую длительную подсветку. Но вы можете также подсвечивать длину дня, доводить до 20 часов, хотя бы в течение первых двух недель от проклёвывания семян. Вообще семена лука проклёвываются достаточно хорошо. Обычно, если они относительно свежие, никаких танцев с бубнами с ними предпринимать не нужно. И высеваются они лучше всего в кассету, я сейчас скажу почему. А также можно высевать в редки для последующей пикировки. Почему надо высевать в кассеты? Потому что лук обладает очень скромными способностями к регенерации, то есть к восстановлению. Это вам не томат, потому что там вообще почти корней может не остаться у сеянца, и он новые корни нарастит и, в общем-то, неплохо приживётся. У лука всё сложнее. Там корни почти не ветвятся, они такие линейные, длинные, как палки. И поэтому здесь, чем меньше вы будете повреждать корневую систему, тем успешней будет ваш лук. Поэтому посадка посев в кассеты является наиболее предпочтительным. Если вы намачиваете семена и ждёте, пока они проклюнутся, то в этом случае ни в коем случае не задерживайтесь с посевом. Как только появился маленький белый корешочек, сразу же приступайте к посеву. Не задерживайте, потому что вот этот корешочек крайне хрупкий. И лучше уж посеять сухими семенами и иметь просевы в кассетах, нежели чем вы будете надеяться, что каждая проклюнувшаяся семечка у вас зайдёт, но из-за повреждения корешка у вас будет фиаско из-за этого. Поэтому я в этом смысле предпочитаю лучше сухими семенами сеять. Следующий момент – это как густо его надо сеять. Конечно, его надо сеять пореже, потому что пикировка этого лука в домашних условиях в стаканчике большего размера не предусматривается. Желательно, чтобы вы его травмировали только однократно, по тем причинам, по которым я вам сказал. Поэтому эти семечки надо разбрасывать достаточно реденько, с учётом того, что вы не будете его пикировать в домашних условиях. По этой причине сеять его примерно через 2 см, вот эти семечки. То есть можете взять плошку, ну, любое, как у вас дома принято, и вот таким вот образом его посеять. Ещё одно важное правило успешного лука – это, конечно, нижний полив. Потому что луковые культуры в целом не любят верхнего полива, а лук экзибишен в особенности. Поэтому старайтесь делать нижний полив, то есть ставить ваши вот эти сеянцы в какую-то лоханку, болею, и туда заливать воду, чтобы вода подпитывалась всегда снизу. Никогда в период получения рассады не подкармливайте свой лук азотными удобрениями. Пусть он довольствуется тем, что есть в почве. Потому что особенно если вы не будете его досвечивать как следует, особенно, то в этом случае он вытянется, сеянцы превратятся в ниточки, вы эти ниточки потом будете пересаживать, они будут сгорать, или вам надо там танцы с бубнами устраивать по укрытию спонбондом в полевых условиях. И далее придется все это регенерировать, этому луку восстанавливать. В итоге сроки созревания лука затягиваются, и у вас лук экзибишен не удается. Поэтому вот так поступите, как я вам говорю. Температура для выращивания лука должна быть достаточно высокая. Примерно 22 градуса при интенсивном освещении. Примерно с середины марта, с 20-х чисел марта, вы можете снизить длину дня вот этой подсветки, вот именно подсветки, до 16 часов. А где-то в апреле месяце выключить подсветку полностью, уже готовя лучок для высадки на постоянное место. Что ж, вот эти простые элементарные правила, подсветка, температура, нижний полив, отсутствие азотных подкормок являются самыми главными для получения крупного выставочного лука экзибишен. Ну а сам лучок в процессе будем выращивать. Оставайтесь с нами, обязательно вам буду показывать, как придут сроки, как это непосредственно выполнять. Ну и в конце скажу, что лук экзибишен очень неустойчив к заболеваниям типа фузариоза, поэтому защита его с самого начала путем пролива сенной палочкой в каждый полив препараты сенной палочки надо обязательно добавлять. Поэтому препарат антилус, препараты другие сенной палочки вам в помощь. До свидания!